Приветствую вас, друзья, с вами Бэр. Добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 2 Убийцы Королей. В прошлый раз мы остановились на самом начале штурма, и нужно помочь королю, и нужно убить защитников баллиста, и изготовить её к стрельбе. Продолжаем. Так, тут куча трупов, я сразу предупреждаю, игра 18+, полная жесть, полный хардкор. Начинаем. Кстати, надо задропать с них что-нибудь. Я очень люблю собирать всякую мелочь, но будем делать это всё по минимуму, по мере возможности. В основном будем идти по сюжету, как я уже и говорил. Так, фольтес. Ага, защитники. Так, нам нужно как-то спуститься туда. Здесь мы не пройдём, потому что, мне кажется, здесь нас не пустят. Снизу надо попробовать. Главное не высовываться, иначе нас сразу прибьют. Не подходи! Да, я вижу, тут ведут огонь. Прикольно, игра интерактивная. Конечно, свободы действий гораздо меньше, но делаю упор на то, что эта игра уже больше 8 лет. В принципе, это простительно, что в некоторых местах нам не пройти, не проехать. Так, ну-ка. За кого-то. Давай-давай. Отдыхай. Так, знаки. Чтобы использовать знак, нужно знаки. Да, я знаю. Надо взять сигнию. Будем огнём их бить. Чтобы вы знали, какой здесь шикарнейший сюжет. Начало игры может быть не такое сильно впечатляющее быть. Я тоже поначалу, когда начинал играть, первый раз проходил. Было не так сильно впечатляюще всё это дело. Хотя, если оглядеться, осмотреться, тут реально большая работа проделана. И поначалу у меня не так фанатело от игры. Я проходил её, потому что, знаете, как... Ну, раз уж начало, надо да пройти. И когда перешёл уже в другой ад, и я уже понял, да... Когда, вернее, закончился штурм, я уже понял, что игра реально поистине крутая. И не просто там для прикола сделана, чтобы денег сорвать. Нет, тут реально очень хорошо поработали. Так, нужно клацать, клацать. Проклацываем. Какой же Геральт, харизматичный персонаж. Вот все персонажи, с которыми Геральт как-то взаимодействует, они в основном... У них есть свой лор, они описаны там в дневнике, можно про них почитать. Но об этом чуть позже. Вот задания, персонажи, Трис Меригольд. Геральд, Ольдас, Лютик, Вернон Роше. А, этот... Шильярд. Посол, которого надо было выпороть, в принципе. Я бы его выпорвал, чтобы я был королем. Не отослал бы его в коробке. С бананами, не знаю. Было бы круто. С луком. Так, надо взводить баллисту все-таки. До конца. Так, лапаем. Блин, опять дефутся. Ну давай, иди сюда. Иди сюда, я тебе покажу. Я тебе покажу, что здесь был. Геральт из Дриви, собственной персоной, мясник из Блавики. Выстрелить. Огонь. Жесть. Хотя, еще чуть-чуть, и мы бы попали бы в камень. На башню, парни! Все на башню! Боги с нами! За королем. За короля! Вперед! Поможем Хольдесту. Но, я честно скажу, я первую часть не проходил. Ага, вали, ведьмака. Давай, давай. И вот, что мне больше всего нравится. Всякие мелкие какие-то персонажи, и они очень тоже взаимодействуют с самим Геральтом, да? Или как бы, там, какие-то диалоги разные, классные, прикольные. Казалось бы, какой-нибудь там МКЦ стоит, и оказывается, что там у него какая-нибудь прикольная история или анекдот. Нереально круто. В третьей части это еще круче. Что я хотел сказать? Блин, у меня там телефон звонит. Сейчас, секунду, друзья мои, прошу прощения. На 2 секунды отойду. Продолжу свою мысль. Я отключил, чтобы не беспокоили там. Не особо важно. Потом отвечу. Так, я хотел сказать честно, признаться, что я в первую часть не играл, как бы. И что за сюжет там был, я не знаю, я могу только догадываться. Но рискну предположить, что в первой части сюжет был как-то так или иначе связан с Фольдестом, потому что со второй части мы начинаем свой путь именно под его крылом. Дескать. Вернее, так. Скорее всего, он под нашим крылом. Ну-ка, оттуда, от короля предателя. Ушли, ушли. Давайте. Но честно признаюсь, я больше настроен договариваться. Как я уже говорил, хочу больше через Акси работать, поэтому хочется договариваться. Хочется договариваться. Не хочется всех рубить подряд. Я крайне не сторонник, чтобы все зарубить просто так, под их пределом. Это не по мне. Надо немножко музыку убавить. Слишком она прям вот громко. И звуки слегка тоже можно. Самих звуков. Вот. Сейчас все будет отлично. Не, я думаю, даже еще чуть-чуть можно звуки убавить. Чуть-чуть так далее. Вот. Думаю, самое нормальное будет сейчас. Хотя... Вот так. Вот самая золотая середина. Так. Выбивай. Эй, стопорами, руби все в щетки. Поможем, поможем. За Тимерию. Хотя... Это неуместно, так как это междоусобный конфликт. Не сторонник я вот таких конфликтов на ровном месте, на самом деле. Как вот из-за воздуха сейчас они друг друга рубят, по факту. Но, тем не менее, я за польза ставлю. Как бы то ни было. До конца. Нравится мне харизматичный персонаж. Не знаю. Многим он покажется наоборот. Типа каким-то... Неприятным персонажем. Мне нравится. Король, который... Не кривляется. Он реально такой, какой он есть. Чувствуется. Вот это персонажа. Если бы он был в реальности такой. Жил. Нет, это мы не потерпим. Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет. С этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, Твое Величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы и старого барона. Владитель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать, ведь пока! Новый уровень. Так. Новый уровень. По нам ведут огонь. А, прокачиваться можно в медитацию. Когда уйдем в медитацию, там уже можно будет прокачиваться. Я вспомнил. Вот я сейчас бы затупил. Да, прикольно. Они там засели. Надо выковыривать. Эй, а вы тут все присели. Чуваки, ну-ка. Поздно, поздно. Пришел Геральт. Это Геральт врывается, уже все поздно. Друзья мои, сразу предупреждаю, если я где-то буду молчать, не обижайтесь. Я хочу больше передать игры и диалогов из игры меньше своих каких-то комментариев. Дальше по этому поводу. Но, тем не менее, самые такие интересные, если какие-то мысли будут, я их буду выговаривать до конца. Но при этом я не буду отвлекаться от сюжета. Или во время какой-то сюжетной цепочки я буду там что-то рассказывать не по теме. Поэтому приготовьтесь к такому формату. Я хочу передать больше атмосферы, нежели обычное. Нежели обычное прохождение. Так, поговорить с Рианом. Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Блин, шикарный у него доспех. Вообще, я бы завидался просто. Так. Сдавайся, спаси своих солдат. Да, будем уговаривать. Я не вижу смысла вот этой бойни. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с Нильфгардцами и кшается. У короля целая армия, а у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтестом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Уладим между нами. Сложи оружие, глупец. Как знаешь. Будем уговаривать до конца. Сложи оружие, парень. Это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Хватит с моей матери королевских милостей! И что ты собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из нее потаскуху, а потом отрекся от нее перед всем королевством. Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя. Ариан Лавалет сложил оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут. Перед тем, как его забрали в камеру пыток, изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Да, все-таки его забрали в камеру пыток. Да, жестко. Но, тем не менее, он жив. И, возможно, что он скоро выйдет. Что случилось с драконом? Мы разделились около мастеря. Да, мы разделились около... Слышно, что случилось, знаю, раконом. Не знаю, какие-то два таких нелепых... Не то, что нелепых, не особо связанных с нашим диалогом ответа. Я не могу... Не знаю, о чем буду отвечать, но, в принципе, надо что-то выбрать. Так. Мы разделились около монастыря. Ну... Дайте с драконом начнем. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Айдирна. Он нас всех едва не сжег. День штурма, полдень. Ариан Лавалет сдал замок! Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. Смотри! Особый отряд короля! Покажите его! Ты мне не веришь, пес? Открывай сейчас же! Слишком жестко, конечно, но... Надеюсь, он упал в воду. Там же вроде вода. Ров. Или что-то похожее. Ну и вот, верно, он идет. Командир особого отряда. Государь. Государь. Верно, ну, Роша. Докладывай, Роша. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они. В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! Вот это жесть. Дракон собственный персоник там, пожалуй. Так. Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Открышу! Два пальца бы отдался тяжелый армалет. Дракон, они все сражаются. Настоящий. Даже не верится. Вояки. Мэри Гольд, хватит восторгаться. Заколдую его как-нибудь. Все не так просто. Это скакина спалит мне армию. Ведьмак! Никак с такими чудовищами бороться. Никак. Бежать от них надо. Помог так помог. Ворота! Можно подбрать ворота. Там у нас будет больше шансов. Правда, что ведьмаки не охотятся на драконов. Ну? Похоже, этот дракон про ваши правила не знает. А что ты мне предлагаешь? Прыгнуть на него с мечом? По гормону! Понятия не имею. Ты тут эксперт по чудовищам. Западно. Нам предлагают прыгнуть на дракона. Все назад! Я открою ворота! Быстро! Вот это я понимаю магия, Рис. За три секунды все исправил. Уходите! Я разберусь! Супер. Я телепортируюсь, но вас вытащить не смогу! Бегите! Так, уходим. Рис! Мост горит! Быстро сюда! У меня время. Блин, какой же он огромный. Какой же он страшный. Вот, естественно. Многие делают выигрывая драконов у красивых, а этот поистине уродлив и страшен. Блин. Это круто. Гребаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. С того момента, как рухнул мост, ты почти все время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Кажется, я догадываюсь, почему нас допрашивают уже в данный момент. Но... Сейчас все точно узнаем. День штурма. После полудня. Оговорили под стены, не подойдем. Полдня! И город взят! Доложить обстановку! Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фэн прижал жреца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец... Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фэн, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернан умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся Вайзима позавидует. Надо обходить. Я не думаю, что мятежники причиняют вреда детям, так как если бы они хотели его причинить, они бы уже причинили. Потому что лавалета мы взяли. Кого там еще охранять, собственно говоря. Хорошо? Я пошел. Пойдем. Я рассчитываю на тебя. Где топоры? Мой король. Шевелитесь! Проникнулся я, честно говоря, уже атмосферой к этому фольтосту. Королю. Но. Как оно бывает. Тех, кого мы сильно очень любим. Можем внезапно потерять. Так, Визьмачий медальон на Зе. А, чтобы обнаружить находящийся поблизости. Ну, грубо говоря, контейнеры, места силы, ну и всякие штучки, с которыми можно взаимодействовать. Так, траву надо собирать потихоньку. Обычные грабители. Что здесь происходит? Пленников держат. Ну, держите. А, видимо, кого-то из наших заколотили, они допрашивают, кто это был. Возможно, и так. Так, опять взаимодействие. Так, Игни поможет нам. Да, все окей. Чувствую, я здесь по карте здесь еще есть мятежники стоят. Надо с ними разобраться. Получай. Так, попасть в монастырь через секретный ход. Идем. Я думаю, он здесь, да. Я не понял. Написано, что нельзя ходить. А, все. Надо подождать, когда режим боя спадет. Я помню, в прошлый раз, как ты вот так долго искал этот ход. Это просто что-то с чем-то. Я замучился его искать. Так, темнота. Попасть в монастырь через секретный ход. Вы в темной комнате. Приспособьте глаза к темноте, выпив эликсир кошка. А, но в данный момент нам это ни к чему. Тут и так светло, в принципе. Не, не, нет. Я хочу обратно. Спрыгиваем. Так, в данный момент нам это ни к чему. Еще ниже. Неужели еще ниже нам надо? Да, реально. Опа, старые знакомые. Утопцы. Чудище. Да ты смердишь. Что-то жестковато. А, ну, конечно, жестковато. С стальным мечом, по-моему, лучше. Вот и серебряным. Это все-таки надо уже через арт попробовать. Здесь просто спрятанное что-то. И какой-то проход. Боже, здесь ничего нет. Не густо. Я думал, здесь какой-нибудь супер эпичный меби будет. А это обычно, темерский. Я даже смотреть его не буду. Он, типа, никакой ценности не представляет. Так. Ух ты, блин. Из-за стены выскочил. Ну, чубак. Я ж испугался. Я в этот момент вспомнил, что хотел как-то хоррор какой-нибудь пройти. Ах, хоть еще один. Представляю, как на хардкоре он бы нас заваншотил. Просто одним ударом. Сдается мне. Из-за спины бы напал и все. Так. Все равно неприятно по каналам здесь лазить. Я думаю, Геральду тоже неприятно. О, белый свет. Дневной. Ух ты. Здесь мы разжились прям. Собираем все, что есть. Надеюсь, нас потом не убьют и мы не останемся галышом. Без всего. Чуть не... Зачем? Я хотел взять сухну, а он отпускается. Геральд. Отменить, отменить, escape. Нет, не хочет отменять. Ладно. Окей. Я вот чувствую, прям сюжет хорошо так завязывается. У нас есть еще время, чтобы перепрыгнуть к самому интересному. Потому что я вам уже проспылилил, что геймплей здесь в районе 16. Скэта Эли. Мятежники эльфов. Что-то типа партизан. Если вкратце. Ну-ка. Блин, надо мечи-мечи с меня. Умри! Другое дело, прям сразу. Усиление дропаем. Ржавый стальной меч. Не, нам такое, скорее всего, не надо. Представляете, как это бывает, как, не знаю, в разных играх вселенных. Это ржавый стальной меч, а по факту там он 100-500 дамага наносит. И типа, зря я его не взял. Не знаю. Может и такое быть. Замаскированный под безделушку, а на самом деле ценная вещь. Так. Собираем. Обожаю все собирать. Вот, не знаю, это дух собирательства. Со мной, наверное, еще со времен. Заперто. А, вот здесь проход. Со времен Диабло-2. Я впервые в жизни почувствовал этот дух собирательства именно там. Ух ты, какой вид. Закат уже. Опять. Да вы... Ваш босс... Ваш босс уже сдался, а вы все... Ну, кстати, такое бывает на войне. Один японец там в лесах что-то с войны сидел. Там нереально какое-то количество времени. В общем, у него крыша снесла. Он там воевал какое-то энное количество времени. После окончания войны. Это реально было стрёмно. Так. Пусть отсюда. Валет. Да, конечно... Ух ты, его тут дашь. Руки отрубили. Жесть. Фу. Капец. Так. Хотел я сказать по поводу адаптирования. Конечно, мягко говоря, не топово. Не топово. Не сравнится с третьим Ведьмаком. Нужен ключ, да? Не сравнится с третьим Ведьмаком, но тем не менее... Достаточно... Сойдет, скажем так. Лучше, чем любительская озвучка. Тем более, адаптация. Так, надо его заколдовать. А у нас закончилась синергия. На умения. Могокульники! Это не рыцари! Это изменники! Бренных не брать! За Баронессу! Во, классное добивание. Когда мы роняем, он добивает. Через арт. Ваншотит причем. Да, надо почаще этот скин юзать. Жесть. Да, друзья мои, еще раз предупреждаю, игра у нас в ключ. Не постоянно добивается одного ваншота, но там есть какой-то шанс. Это не рыцари! Это изменники! Бренных не брать! Что он добьет одним ударом. Ну, грубо говоря, как фаталити в Mortal Kombat. Так, вещи для задания. Ага, ключ и тайничок. Описано оранжевое свечение над контейнером, означает, что внутри лежит предмет, очень важный для выполнения задания. Да, значит, нам все-таки надо в эту сторону. Дверь открылась. А, вот рычаг, чтобы дверь открыть. Так. Старые перчатки. Блин. Я думал, здесь нечто крутое будет. Опять клацаем. Открываем. Ворота. Я думаю, ворота открылись. Да, новый этап задания к монастырю. Выйти через ворота и поговорить с Фольтостом. Король ждет. Надо доложить ему. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Видишь, Вернон, Геральт справился. Очень вовремя. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скаетаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними, с эльфами. Потом разберемся. В монастырь. Скаетаэли. Кусочки головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Дети Фольтоста, монастырь. Что там произошло? Все началось с Артура Тайлиса. Если бы не Тайлис, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же? Верховный жрец говорил правду. Его величество Фольтост, король Тимерий. Артур Тайлис. Бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Буси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлис. Я обещаю тебе легкую смерть. Признай, Фольтост, перед богами и людьми, что Буси и Анаис плоды твоего греха, а не твое потомство. Покайся, скажи правду. Может, ты не заметил, Тайлис, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Это святое место. Ты не отважишься поднять руку на слугу Божьего? Где дети? Где? Монастырь, а не в месте уединения. Что? Что это значит? Богохольство, чародейские фокусы! Ну, страшение и... Затнись, ты проиграл. Можно, в принципе, ударить его. Можно просто сказать, Затнись, ты проиграл. Ну, типа... Давайте-ка ударим. Слишком он раскричался. Тем более, мы столько сил потратили на штурм. Нужно куда-то негатив выплеснуть определенно. Он слишком круто выглядит. Какими-то цепями золотыми обвешался. Нет, надо ему леща дать за его... Наглость. Мутантом еще нас называл. Нет, нет, нет. У преподобного волос с головы не упал, а дворяшка получил по ребрам. Ха-ха-ха. И волки целы, и овцы сыты. Все отлично. Холера. Бывали штурмы неудачные, но этот дракон был последней каплей. Надо найти детей в кольце. Просто перегнул палку терпения. Переполнил. Что переполнил? Ну, чашу, терпение. Мать его, это просто нелепо. Гераль, вот ты в них разбираешься. Можно натаскать дракона. Никогда об этом не слышал. Так почему он жрет только моих людей? Надеюсь, моя гольд телепортировалась. А как же? Если нет, придется искать нового советника. Заткнись, Роше. Посмотри правде в глаза. Дракон мог ее... Еще слово, и дракон перестанет быть твари... Дракон вернулся! Твои проблемы. Как хотел сказать. Если вкратце. Не могу идти. Блин, нападение. Капец. Нет, нет, нет. Надо уворачивать. Он будет с руки бить. Теперь огонь по-любому. Спрячемся. Мини-квест. Нет, 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 отходим. Отступаем. Все, отошли. Роше аж выкинуло куда-то. Мало не покажется. Конечно, наш меч для дракона это иголка, но тем не менее неприятная иголка. Ты снова спас мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак. В пределах разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Миригольд могла быть со мной, если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Она влюблен... Да, это правда. Вот дети короля, собственно говоря. Кто там? Вольтест. Я пришел за своими детьми. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Ах, слава богам. Мои молитвы услышаны. Бидно, девочка прям любит короля. Сразу к нему пришла. Иди, Буси. Это не мой отец. Он твой король, малыш. Ну, а ему мозги, походу, запутали немножко. Малышу. Ну, ничего. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала. Город взят. Государь, возблагодарим праотца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой, но все это в прошлом. Злые люди обманули ее и обратили против меня. Но я наказал их, и теперь все будет хорошо. Не плачь, Буси. Когда-нибудь ты станешь королем, а короли не плачут. Идут люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Скоро сюда придут мои рыцари. Вы познакомитесь с ними, а однажды будете ими повелевать. Но сперва Буси должен умыться, чтобы никто не видел его слез. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. Государь, помолимся. Они должны выглядеть, как дети короля. У них твои глаза, государь. Государь, помолимся. Государь, помолимся. Государь, помолимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, должно быть, больше я ничего от тебя не узнаю Это значит, я свободен? Убит Фольтест, король Тимерии К сожалению, ты пока единственный подозреваемый Я сгнию в яме только потому, что убийца оказался ловчее тебя Неприятно Не сгниешь, тебя повесят Останови их Я не могу влиять на приговор суда Определенно на нас захотят свалить всю вину Да, так подстава, так подстава Но еще больше короля жалко И все одновременно, все в кучу Блин, меня переполняют эмоции Так, что мы будем отвечать? Что нам нужно сделать? Я не убийца Кто ты, Роше? Что будет с Тимерией? Трис меня поддержит Ну, это ключевой, я не убийца В любом случае, нам его придется отвечать Мы можем порасспрашивать с Роше С ним поговорить Но скажем коротко и не ясно, что мы не убийцы Что и есть правда Ты же командир синих полосок Так сделай что-нибудь Настоящий убийца на свободе И с каждым часом уходит все дальше В историю с монахом-убийцей я не верю Я не говорю, что он был монахом Он был в рясе Он уплыл в лодке с отрядом Скайтаэлей Ты сможешь его узнать? Легко В жизни не видел такой горы мяса А что, если тебе удастся сбежать? Хм Не твое дело Я поймаю убийцу Мы будем мстить, естественно Я поймаю убийцу Дело не закончено Нас, во-первых, подставил Во-вторых, убил нашего друга Короля Фольтеста И тем... Тем более на глазах у его... Детей Нет, я поймаю убийцу Определенно Я пойду по следу убийцы короля Я пойду по следу убийцы короля Ты знаешь, где его искать? С Скайтаэлей помогли ему бежать Вот с них и надо начать Может, ты даже знаешь, что это за отряд? Откуда бы? У них были маски в синюю полоску Трофейные, я думаю Это отряд Йорвита Значит, след у нас уже есть Я знаю, где их искать Если ждешь от меня историй Сперва накорми меня Почему бы и нет? Бьянка! Принеси поесть Мне кажется, это вначале должно было быть сказано С этого и надо было начинать Ты сам виноват? Твоя судьба в твоих руках? Спасибо Я не знал, что в специальном отряде служат женщины Бьянка одна из лучших Как она оказалась в синих полосках? Я вытащил ее из Лапска и Таэлей Они сожгли ее деревню и перебили всех жителей Ей тогда было лет шестнадцать Она приглянулась командиру отряда и ее пощадили Вот еще что Это материалы на Геральта из Ривии Досье на нас? Интересно А смерть и Фольтеста? Нет, Геральта Отчет о событиях пятилетней давности Ривия, город Население 1200 жителей Среди них 253 нелюди 25 сентября 1268-го вспыхнул погром Началась резня Убивая эльфов и краснолюдов Только один человек встал против разъявленной толпы В ходе беспорядков погибло 76 нелюди В том числе и ведьма Геральт из Ривии Его ударил виллом в грудь человека, которому известно только то, что его звали Роб И он задолжал три кроны в местной корчине Енифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака Тела Геральта и чародейки Енифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами Место их погребения до сих пор неизвестно Я помню Ривия Енифер Что с тобой? Я видел... Я видел собственную смерть К тебе вернулась память? Нет Только это Самый конец Бьянка! Допрос окончен Заковать его Дай мне ключ Утром я отплываю Через пять минут за тобой придут Поешь Тебе пригодится Отлично Я думаю не все так плохо, у нас есть шансы Еще вчера его все на руках носили, как героя какого Ничего странного, я сам видал, как он двадцать человек на месте уложил И правда, как он задвигал по этим стенам, я и меча не разглядел, так он крутился Это страхолюдина, я думал на клочке его разорвет Да ничего, завтра палач с него кожу спустит Чермена Может и мы бы уроку удали за смерть в Kentucky Я думаю сейчас Все главные этапы диалогов закончились Имею ввиду таких длительных ответов, где нам Такие монологи, диалоги и так далее А сейчас в основном игра будет перетекать в основном геймплей и минимум диалогов Несколько, грубо говоря, пары слов перекинутся Поэтому не переживайте, скоро будет экшен Так, нам надо выбраться, освободиться или спровоцировать Давайте освободимся Эй, мужички, у меня тут кандалы спали, не поможете надеть обратно? Гляди-ка, выродок освободился! Как же он мать, его это сделал? Заходи слева, а я возьму его справа Мне нравится, что я освободился, я бы на их месте и дверь бы не открывал Сиди там и сиди Так, надо Опа, опа, отходим Ух ты, у них меч, а выйти там нельзя Ту меч, у них тут кинжалы У нас даже ножа нету, типа, чё Ну мы как, на руках Ох ты, боевка Один на один Ой-ой-ой, как я пропустил жёстко А Нет-нет, ну стоять Дай сосредоточиться Да ну серьёзно Сейчас, я бы не хотел сейчас проиграть С, тихонечко Эй-эй-ди Эй-эй Ну всё, уин Да Требует реакции Так, с них есть что обуть? Ключик Ороны Ороны Открываем Где наши вещи? Череп какой-то лежит Да, я искал предположить, что наши вещи здесь Дубинка Придётся нам взять дубинку, скорее всего Будем с дубинкой ходить Да, атмосферное местечко Не хочется здесь надолго оставаться, поэтому надо убираться Здесь что отображается Ничего Ничего нет Так, уходим Вон дерьмо Подфотелами не пройдёшь Надо их тушить Да, в принципе, можно, что это было Дубинка, дубасить И, типа, нормально Ладно, стараемся Превратиться Нет, всё равно, нет Не уходим Ну, давай разберёмся Герли также искусственно владеет дубиной, как и мечом Ну, вот и всё Так Взять у стражника ключ и открыть камеру Это мы уже сделали Надо теперь уходить Причём немедленно Нечего здесь сидеть Здесь тут тип склада Ах, ты шумятый пейсер Ах, ключик Эй, ты Выпусти меня Очень тебя прошу И то я сейчас половину гарнизона соберу Блин, придётся выпустить Кого-нибудь там выводит Ариан Неплохо он с ними разобрался Неожиданная встреча Тихо, Ариан Что ты тут делаешь? То же, что и ты, наверное То же, что и ты За что тебя посадили? Говорят, мол Я убил Фольтеста Досадно Я надеялся, что сделаю это собственными руками Ты слышал что-нибудь о моей матери? Фольтест, ничего я не сделал? С ней всё хорошо Прости, я не знаю Наверное, с ней всё хорошо Фольтест приказал синим полоскам А, да, да, да Беречь её, как зеницу ока Ублюдок Её должен охранять кто-то более благородный Хотя бы баронет Пора подумать, как тебя спасать Для меня честь рода важнее жизни Что ты задумал? Это тебя не касается Сперва нужно попасть в маслохранилище Оттуда можно выбраться на поверхность Я слишком слаб Помоги мне Я подожду здесь Вернись за мной, когда расчистишь путь Ох ты, выблядок Ядрис ты в рот прогиб Я тебя Зубами порву Слышишь? Это не то, что нам нужно На выходе Выход здесь Я так полагаю Что такое? Да нет, Геральт, не колдуй Бей Думаешь, я не справлюсь? Блин, дофига Заколдовали, он за нас бьётся Неплохо? Что ж тебе тут-то? Плохо было? Так, возвращаемся Помоги мне встать Сюда По лестнице наверх Да, не дурно, что он свои подземелья знает очень хорошо Будет к нам проводником А то бы я здесь заблудился Вторая дверь налево Это маслохранилище Так, первая, значит вторая Ну да, вот она Там открыто как раз-таки Ух ты Секретный ход Идём со мной Ты здесь ничем не поможешь Нет У меня здесь дела Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна Уверен? Прощай, ведьмак Рискну положить, что он хочет Поджечь Да Весь замок Как говорится Не доставайся Ты же никому Ух ты Надо выходить Блин С одной стороны жалко О, меч какой-то Так, всё Пожар начался Подземелье замкало валет Добраться до корабля О, Трис Трис нас ждёт Блин Надо здесь подниматься Геральт Ну да ладно Трис могла бы Сразу Удавать Чтобы я не Начался с ними Ну и на том спасибо Я, к сожалению Так и не нашёл Свои вещи Тут только лохмотье Инструменты Ладно, хоть здесь свои На том спасибо Трис Скотина Обязательно было Поджигать замок Да, это не мы Ты должен был Выбраться незаметно Зачем проливать Реки крови Ты оставил мне Ключ от кандалов Но ни шапку Невидимку Трис Как ты? Я больше не Королевская советница Я потеряла Должность Дом в Изиме Говорят Я ведьмачья Любовница Девка Королевского Убийцы Вот цена игры в политику Ну это я тоже так думаю Но тем не менее Мы вернём себе Ещё доброе имя Обязательно Не унываем Люди болтают То, что им велят Да всё я знаю Когда мы найдём Убийцу короля Все они запоют По-другому Роше об этом Позаботиться Я верно говорю Шпион Я не шпион Но в общем Всё правильно Нет короля Нет законов Теперь в Тимерии Правят гниды Вроде Кимбольта И Моровеля Только старый Ян Наталис Ещё может навести порядок Наталис далеко Кроме того У него нет шансов На корону Он слишком низкого Происхождения В отличие от Барона Кимбольт Не время Рассуждать о политике Ты узнал что-нибудь Об убийце? Неделю назад Мой информатор Во Флотземе Сообщил, что С Йорвитом Видели здорового Лысого мужика Его портрет Совпадает с твоим Описанием Значит Флотзем Долго туда плыть? Пару дней Фактория лежит В лесах На границе С Айдирном Там хозяйничает Йорвит Вы готовы? Отправляемся Трейс? Да? Давай Уединимся Ты займёшься Моими ранами Да И расскажешь О Йеннифер Всё в подробностях Даже о том О чём говорить Не хочется Даже о том Что может быть Больно Все на палубу Эйна Швартовых Берегите борт Якорь чист Капитан Честь Забавная штука Она заставила Ариана Вступить В неравный бой С Тимерей А когда он был Побеждён Честь Склонила Болу Ариана Чтобы спасти Жизнь его людей Но не дала Выжить ему Самому Слишком тихо Говорят Приходится Перечитывать Потому что Боюсь Многим Не будет Слышно Элементарно Подозреваю Если к тебе Пристанет Прозвище Убийца Королей Жить На этом Свете Становится Нелегко Особенно Кому-нибудь Вроде Геральта Вот же Бедняк Я давно Его знаю Уверен Что все Эти Короли И политика Нужны ему Как прошлогодний Снег Ну ладно Ладно Мы же Не всегда Получаем От жизни То что Хотим Иногда Приходится Общаться Даже С такими Неприятными Типами Как Верном Роше Нет Я не Оправдываюсь Но у меня Для такого Знакомства Были Как сказать Ну свои Причины Весь Путь По реке До Флотсама Ведьмак Провел В разговорах До поздней ночи Трис Рассказывала Ему Забытые Истории Дитя Неожиданность Губительная Любовь Которая Связывала Его С чародейкой Енифер Трис Рассказывала Истории Жизни Которые Его Лишили Вы Заскучали? И все же Не откладывайте Повествование Друзья мои Один Примечательнейший Персонаж Вот-вот Предстанет Перед вами На Веселице Вот и Приплыли Мы Во Флот Двумя Месяцами Ранее Граница Тимерии И Аэр Дирна Месяцами Продолжение следует... Продолжение следует... Убери оружие, эльф Я пришел поговорить Клоняйся в пол Вон, видишь, бенценосец Это Димавент Милостью Божьей Король Айдирна Долины Понтера И прочее И прочее А ты? Друг Нелюдей У меня есть Предложение Говори Быстро И по делу У тебя есть время Пока Головоглаз Не вернется Я могу Добыть Еще голов Все Монарши Дальше Сперва Фольтест Но мне Нужна помощь Поедирней Я едва Ушел От облавы Мне нужны Ваши убежища Карты Потайных Троп Мне нужна Помощь С Каэтаэлей Я делаю Это не ради Золота И не жажду Славы Тогда Зачем? Долго Объяснять Твоя Тварь Уже Сожрала Накера Тебе Пора Мы Договорились Эльф? Интересный Взаимообмен Персонажи Раскрываются Фоль Не Фольтест А Йорвит Собственно говоря Ненавидит Всех Вот этих Королей Потому что Они как бы Его Народ Изгнали Несколько дней После побега Гораница Тимерии Айардир Поэтому Ему есть Смысл Помочь Этому Убийце Королей Который По совместительству Оказывается Ведьмак Колоритно Атмосферно Очень За мысом Уже должен быть Флотзом Мы пойдем Берегом Мы это кто? Ты и я На разведку Я иду с вами Не стоит Там может быть Опасно Неизвестно Как нас примут Да куда вы Одни пойдете? Должен же за вами Кто-нибудь Приглядывать Окей Она всегда Такая Скверный прием Дойти вдоль реки До флотзома Итак Надо сохранить Игру Друзья мои До флотзома Вдоль реки Мы пойдем Уже в следующей серии И уже со следующей серии В основном будет Как я и говорил Меньше вот этих Катсцен Гораздо больше Всяких Коротких диалогов И гораздо больше Всяких Различных заданий И экшена Друзья мои Спасибо вам за просмотр Увидимся в следующей серии Продолжая проходить Ведьмака второго В следующей серии Все Уже будет Гораздо Как сказать Гораздо больше Будет экшена Прямо вот такого Боевки Меньше слов Больше дела Как вы любите Друзья мои ПВП И так далее Спасибо за просмотр Естественно Благодарить вы меня можете Лайком Подпиской на канал И обязательно Вступайте в группу Вконтакте Чтобы не потерять Меня из виду Вот Увидимся в следующей серии Всем пока